Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Газпрому до 31 марта перевести расчеты по газу с недружественными странами на рубли. Такое решение глава государства принял по итогам совещания правительства 23 марта. Между тем, эксперты уже сейчас делают прогнозы о том, какое воздействие окажут эти меры на курс национальной валюты. Роман Быков продолжит тему. Решение российского руководства осуществлять расчеты за российский же газ и нефть в рублях стало одним из ответных шагов правительства страны в ответ на западные санкции. Эксперты высказывают разные мнения о дальнейших перспективах национальной валюты в этой связи. Одни говорят, что это лишь приведет к ее временному укреплению. Другие же говорят о долговременной тенденции. Хотя потому, что у федеральных властей не будет больше стимула поддерживать доллар. Государство получало выручку в иностранной валюте. Тем самым за счет низкого курса рубля были возможности пополнения бюджета. И надо сказать, что теперь вот этой мотивации при расчетах за газ и рубли не будет. Почему? Потому что цена будет фиксирована в рублевом эквиваленте. Что касается мнения рядовых россиян, то, как показывают опросы, в целом граждане солидарны с федеральными властями. В этом убедились и мы, выйдя на улицу Твери. Слышали, что Россия теперь газ и нефть за рубли собираются продавать. Ваше мнение, это поможет укрепление рубля? Ну, я думаю, да. Почему вы так считаете? Ну, это наш же рубль. А зачем нам? Чуть доллар там или пункты, или иену, зачем они нам? Да, слышала. Как вы думаете, это поможет укрепление рубля? Я думаю, что не особо. Я думаю, что весь мир у нас живет за евро и за доллары. Это основная валюта для обмена различной продукцией. Поэтому это не сильно поможет. Ну, видимо, это пойдет на пользу, раз так сделали. Да, слышу. А как вы думаете, это поможет укрепление рубля? Поможет. Да, слышала. Как вы думаете, это поможет укрепление рубля? Да. Почему вы так думаете? Потому что это выгодно нам. Да, я слышал. Я в интернете постоянно лазиваю, все это вижу. Как вы думаете, это поможет укреплению рубля? Конечно, еще как поможет. Хоть наконец-то мы откажемся от всей этой зарубежной валюты, хоть наконец-то у нас рубль в цене поднимется, и все нормально будет. В случае положительного развития событий, это все станет большим подспорьем для развития российской экономики. Ведь у правительства больше не будет смысла держать накопление в валюте. Плата за газ по-любому будет поступать в рублях, которые лучше сразу вкладывать в крупные инфраструктурные проекты. И мы уже можем констатировать, что переход на расчеты в рублях укрепляет нашу национальную валюту. Еще один позитивный для нашей экономики момент – рост акций некоторых отечественных компаний. И, наконец, это решение должно в будущем привести к снижению санкционного давления. Что касается протестов некоторых западных партнеров, заявляющих о якобы невозможности расплачиваться русской национальной валютой, то, скорее всего, им придется поступить со своими позициями и найти варианты расчета в рублях. Это все, безусловно, реально, но для них данная ситуация, конечно, в первую очередь, конечно, по политическим причинам, во вторую очередь, по экономическим, менее выгодна. Это приведет к большему взаимодействию данных стран с российской экономикой, что, конечно, им неинтересно. Что касается доллара, то для него, по крайней мере, в России могут настать не самые веселые времена. Во-первых, многие и так считают американскую валюту пустой бумажкой, которую власти США печатают сколько хотят. Я тебе дам 100 миллионов. А, старая Катерина. Это что, действительные, вот подписи печать. Министр финансов и адъютант Папандопола из Одессы. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. Кроме того, курс рубля по отношению к доллару должен прийти к более адекватным значениям. Как известно, немало аналитиков говорит о явной переоцененности в 3-4 раза американской валюты, ссылаясь на тот же независимый и точный индикатор, как индекс Биг Мака. В результате нельзя исключать того, что доллар в России вообще потеряет хоть какое-то значение, поскольку спрос на него будет минимальным, как это уже было во времена СССР. Это не деньги, рубли давайте. Это не деньги, рубли, рубли давайте.